Втекайте, хлопцы! Тут будут спойлеры! Ох, сколько лет ожиданий! И оказалось, что первая серия далеко не всем пришлась по вкусу. Очень много критики обрушилось на голову создателей сериала. И критика заключалась в основном в том, что серия ничего толком не показала. То есть есть за что покритиковать создателей. У всех там зима, а армия безупречных ходит в легких кожанках. Драконов кормить нечем, величайшую армию семи королевств кормить нечем. Они только спрашивают и вопросы повисают в воздухе. А чем мы будем кормить величайшую на земле армию и еще парочку драконов? А Дейенерис только отшучивается, такая... Драконы едят все, что хотят! Юмористка! То есть можно было покритиковать за то, что они все набились толпой в Интерфелл. Для того, чтобы король ночи пришел со своей армией, окружил замок. И они все там тупо попередохли от голода. И присоединились к королю ночи. То есть вот они реальные факты, за которые можно было покритиковать первую серию. Но за это их никто не критикует, потому что все уже привыкли, начиная так с пятого сезона примерно, что... Да, не все логично в семи королевствах. Поэтому серии досталось за другое. Ничего не происходит в ней. По мнению некоторых фанатов Игры Престолов. И критики оказалось так много, что аж актер Кит Харрингтон не выдержал и вскипел. И достаточно в нелестных выражениях отозвался о тех людях, кто позволил себе критиковать сериал начала сезона. Просто по многим интервью, по многим видео, зная то, какой Кит Харрингтон, в принципе, душка, от него это слышать крайне неожиданно, видимо, в конец достали. Ну так еще бы, это самый популярный сериал. Чего он ожидал вообще, в принципе? И вот на фоне всего этого, интересно, что народ скажет про вторую серию, в которой тоже, в принципе, ничего интересного не происходит. Зато, на мой взгляд, она здорово демонстрирует отношения персонажей перед битвой. Это ей удалось на все 100%, мне кажется. И если в первой серии все только встречались, то во второй все бухают. А Тормунд душа компании просто. Такой анекдот про великанью смерть задвинул. Просто залюбуешься. Нет, серьезно, я в этот момент просто выпал. Он абсолютно шикарен. Вот этот мужик бородатый, он просто прекрасен здесь. Такую просто речь задвинул, и все таки следуют. Он это всерьез или он шутит, короче? Про убийство великанов и про то, что он пил великанье молоко потом 10 дней. Это лучшее место этой серии, серьезно. Он тут прекрасен. Тормунд, этот рыжебородый Тормунд, великанье смерть, он абсолютно шикарен. Мне даже жалко, что его так мало в сериале. История про великанье молоко зажгла вечеринку и всем запала в сердце. Мне эта серия показалась очень эмоциональной. Вместе с тем какой-то прям неловкой. Неловкий прием Сира Джейми. Ну тут оно и понятно. Он там кучу народу побежал, а теперь вернулся такой, я изменился. Кстати, что у него с прической? Почему волосы настолько черные? Где вот эти золотые кудри Ланнистеров? Что вообще происходит? У него аллергия на краску для волос у актера, извините. Я не понимаю, почему они вообще забили на его волосяной покров? И он совершенно не так выглядит, как выглядел в первых сезонах, извините меня. Ну серьезно. Либо он настолько сильно изменился, что даже волосы под Старков перекрасил. И как это объяснить? Неловкость и холодность в разговоре Сансы и Дэнни. Опять же, хочу похвалить, конечно, Дейенерис за то, что она пытается примириться с Сансой, которая, походу, ее возненавидела с первых минут знакомства. Ну, это прям сцена очень неловкая, и актрисы очень хорошо играют эту неловкость. У Дэнни опять же ничего не вышло, и Санса, похоже, все еще ее терпеть не может. Хотя и скрывает это. Очень понравился момент, когда камера сосредоточилась на руках главной героинь, когда они находят общий язык между собой, и Дэнни кладет руку на руку Сансы, типа в знак примирения и дружбы. А потом, когда задается какой-то не очень приятный для Дейенерис вопрос, то рука автоматически убирается. Это прям так тоненько так показано, хорошо. Мне нравятся подобные вещи в сериалах и фильмах, когда такое показывают. Но вернемся к неловким моментам. Опять же, неловкость в разговоре Бриены и Джейми, но уже с проявлением некоторой теплоты. Радость встречи Теона и Сансы, и опять же неловкие объятия их. Ну, как они это делают в этой серии, я не понимаю. Ну, прям, я лично был не в своей тарелке почему-то от этих объятий. Как-то так... Уверен, так было сделано специально, и актеры мне, опять же, в этих моментах очень нравятся, как играют. И вот сейчас такой вопросик. Мне одному было неловко, когда Ария раздевалась, чтобы трахнуть Джендри. А как-то вообще было супер неловко прямо. Между прочим, сбылась одна из теорий фанатских. Поклонники уже давно шиперили этих двоих. Да-да, им вообще предрекали стать мужем и женой вроде как. Но мне все равно было неловко наблюдать за этим. Месси Уильямс буквально еще вчера играла роль маленькой девочки. И вот она достаточно грубо заваливает мужика на сеновал, скидывая с себя портки. Тут больше всего осознаешь, что сериалу уже 10 лет. 10 лет, и за время съемок девочка Месси, а вместе с ней и Ария, ее персонаж, подросла и превратилась в молодую девушку. И все равно было неловко, когда она раздевалась. Да, хоть и все прелести, все подробности прелести ее и не показывали, но уровень неловкости лично у меня в этот момент был очень высок. Кто бы что ни говорил, но в этой серии лично мне кажется уже заметен размах. Понимаете, гора статистов носится из угла в угол, размашистые декорации, вот эта вот подготовка к бою, костюмы, все на своем месте. Нет, не поймите неверно, я не говорю, что их костюмы идеально защищают от холода, о чем вы? Зима здесь явно одно название. Она здесь так холодна, что ни один из благородных лордов даже не подумал напялить шапку на свою голову. И я говорю про то, что нарастающая эпичность здесь все же чувствуется, ну, лично мне хотя бы. В одном моменте серия даже откровенно пользуется приемом из «Властелина колец», который очень хороший такой прием, вкусненький. Я имею в виду песня в гулком чертоге, под которую идет волнующий монтаж, предрекающий скорую битву. И скорее всего неминуемую смерть для как минимум половины персонажей вот в той комнате, где они сидели у камина. Бесил только закадровый перевод песни. Тут понимаете, тут либо как у «Властелина» должен быть хороший дубляж, либо субтитры. Самое стремное, что можно было придумать, это разрушить момент с закадровым бубляжом. То есть, ну серьезно, а медиатека? Вы испортили весь эпик. Не знаю, что там с дубляжом, какие-то проблемы, насколько я знаю, дубляж будет с запозданием выходить. Ну, по крайней мере, вот при этом просмотре закадровый текст, который комментирует мне песню, испортил момент. Ну, лично для меня. Че от меня Дэнни стала маленько подбешивать. Она еще с седьмого сезона откровенно надоела со своим высокомерием. Тут в первой серии уже начала маленько раздражать с этими своими идеями. Поцелуй свою королеву и прочими замашками. А во второй серии она продолжила это делать. В конце серии, после признания Джона, она прямо хрысилась так. Эмилия Кларк в этом моменте здорово сыграла, на мой взгляд. Чувствуется, как гнильца ползет наружу. Чувствуется. Если опять же углубиться в теории фанатские, которые подкреплены книжным первоисточником, то Джон, скорее всего, кто-то типа перерожденного Азора Хая. Последнего героя, которому суждено либо погибнуть от руки иного, либо победить его, чтобы наступило бесконечное лето. С этим связывают и то, что он, в принципе, ожил в шестом сезоне. Мол, владыка света еще с ним не наигрался. И Джон Сноу не выполнил свое предназначение. Я это все понимаю прекрасно, но мне все равно не по душе был тот поворот в конце пятого сезона и в начале шестого. Так вот, по одной из теорий, Джон должен убить любимую, чтобы закалить свой меч. Будет ли это так? Хер его знает. Сериал уже слишком далеко ушел от книг. Я так делаю сноску, как будто читал книги. Нет, господа, я не читал книги, и не надо мне тыкать об этом в комментариях. Мы сегодня живем в век современных технологий, и интернет позволяет мне узнать, расходится сериал с книгами или нет, представьте себе. Судя по тому, с какой радостью Дэнни приняла информацию о том, кто такой Джон, то между ними явно что-то нехорошее произойдет. Вот вся почва для этого подготовлена. Самый же трогательный момент серии связан с Бриеной и Джейми. Сир Джейми посвящает в рыцаре Бриену. И это невероятно мило. Аж слезы на глаза навернулись. Да еще и актеры так здорово отыграли. Мне прям очень понравился этот эпизод. Ну и, конечно, заканчивается серия кадром с ходоками у Винтерфелла. В воздухе витает ощущение смерти. Наши герои готовятся отдать свои жизни. И эта серия идеально бы смотрелась, если бы сразу за ней шла битва. А то напряжение нарастили, а теперь ждите еще неделю. Люблю сериалы. Самое эпичное только еще будет. Уверен, что опять на сериал обрушится гора критики. Так как терпения у многих зрителей уже явно не хватает. Не могу сказать, что я здесь нашел какие-то явные минусы. Ну, кроме идеи того, чтобы прятаться в замке от мертвых, которые легко могут его взять измором. Но с военной тактикой проблемы у сериала еще, наверное, с пятого сезона. Так что мне как-то на это плевать. Тут и без меня найдется народ, который раскритикует сюжетные повороты, написанные сценаристами. Ну, а лично мне уже просто охота узнать, чем все закончится. Это были мои впечатления от второй серии восьмого сезона. Тормунд «Рыжий огонь», Бриэна «Лапочка», Силь Джейми «Перекрасился». Готовимся к битве, которая наконец-то случится в третьей серии. Я надеюсь. Или они будут стоять возле Винтерфелла и еще целую серию топтаться. Где-то там была обещанная эпичная крутая битва. Самая дорогая за всю историю сериала «Строение». Или даже киностроение. Говорят, что там что-то будет поэпичнее, чем битва у Хелемовой Паги. Наберемся же терпения, друзья. Ну, а с вами был Сокол. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро будет много интересного на этом канале. Лего, компьютерные игры. МК-11 же выходит, да? Попробую запилить на нее обзор. Получится, наверное, так себе. Но я все-таки попробую. Посмотрим, может вам понравится. Что ж, пока! Или у Тормунда такая тактика обольщения Бриэны была? Хм. А он неплох. Пикап 80-го уровня. С молоком великанин. Ага. Субтитры подогнал «Симон»! Це service! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»